Китайская кухня Китайская кухня Китайская кухня Верно. А вы можете подсказать наиболее эффективный способ очистки ямса, а то многие телезрители боятся с ним связываться из-за раздражения. Дома лучшим решением будет надеть перчатки. Это будет эффективнее всего. И проще. Верно. Сегодня мы ведь будем жарить, а не суп варить или кашу, поэтому если его предварительно отварить на пару или просто сварить в воде, то можно избавиться от ямсовой слизи. Но так потеряется вкус. Верно. У нас сегодня ведь жареное блюдо. Да. Для очистки сразу не приготовить, он же почернеет? Да, поэтому его нужно положить в соленую воду. Предварительно нарезав? Да. То есть после нарезания замачиваем его? Все верно. Так же, как и картошку? Да, еще можно добавить белый уксус. А если мы его добавим, он не проявится потом при жарке? Нет, он будет только на поверхности. То есть перед жаркой ямс нужно будет помыть и нормально? Да, именно так. Кожуру удалили. Да. Теперь сделаем то же самое со спаржевым салатом. Для этого вы уже не используете нож для очистки картофеля? Да, воспользуемся обычным ножом. Потому что кожура у спаржевого салата очень жесткая. Да. К тому же сейчас на севере Китая спаржевый салат уже дошел. Что вы имеете в виду? Что он созрел, и его можно есть. А, да, точно. Да. Сейчас здесь в основном продаются аньхойский, фудянский и наш местный северный спаржевый салат. А их так много видов? Да. И они разные на вкус. А по мне одинаковые. Сейчас аньхойский, фудянский спаржевый салат уже полые внутри. Но вы специалисты, умеете их различать. А как нам, простым людям, узнать, где какой? Фудянский, он очень толстый. Аньхойский, он в одном месте толстый, а в другом тонкий. Да, это отличить легко. И стебли у него тонкие. А наш местный, тот, который обычный? А местный темно-зеленый. Как говорится, где родился, там и пригодился. Да. Нам по вкусу привычнее наш местный спаржевый салат. Точно. Сегодня я точно пойду в супермаркет и посмотрю, все ли три вида есть на прилавках. Да, все будут. Сейчас ведь сезон. Да, именно. В больших супермаркетах сейчас в основном наш местный спаржевый салат. Там за этим следят. Ведь наш местный дороже, потому что он вкуснее. И покупают его гораздо больше людей. Даже так? Да. А почему мы тогда сегодня готовим не из местного? Потому что он стоит дороже, и его труднее достать. Весь раскупили? Да. Запомните, наши дорогие друзья, местный спаржевый салат с севера Китая имеет темно-зеленый цвет. Да, да. Понятно. Да. Ямс почистили, салат тоже древесные грибы. Да, грибы. Да, вы их уже обработали. Да, обработали. Расскажите вкратце, что делали. Хорошо, когда покупаем древесные грибы, берем те, что без ножек. Понятно, стараемся с ножками. Да, берем те, что потолще. Речь идет о сушеных грибах. Да, вы правы. А затем что? Что вы с ними сделали, чтобы они стали такими, как сейчас? Я их просто замочил в воде, чтобы они разбухли. А в какой воде? Холодной. Понятно. Да, и все. Основные ингредиенты готовы? Да, готовы, и далее мы их нарежем. Хорошо. Я так думаю, что мы их будем резать ломтиками, чтобы все сочеталось с грибами. Кусочки будут ромбовидной формы. Поняла. Так. Далее нарежем ямс. Да, давайте. Каждому по одному. А руки потом чесаться не будут? Давайте, я повторяю за вами. Когда жаришь овощи, нужно, чтобы они сочетались по цвету. Я вот только что подумала, а если бы вместо спаржо-салата мы бы использовали сельдерей, получилось бы по-другому. Да, но сельдерей не такой вкусный, как спаржевый салат. Все, нарезали. Древесные грибы оставляем как есть? Да. А дальше что делаем? Дальше приготовим соус. Хорошо. Дома, когда мы жарим овощи, обычно добавляем соль, усилитель вкуса и сахар. Да. Сегодня же мы вначале замешаем соус, а потом, когда овощи будут почти готовы, выльем его к ним, с тем, чтобы овощи пропитались его вкусом. Это хорошо, потому что так мы избавим себя от лишней суеты. Верно. А еще какая от этого польза? Это намного проще и быстрее. Соль, куриный экстракт. Знаете, есть детали, которые даже если не хочешь, а все равно упустишь. Точно, молотый перец. В нашем блюде сегодня черный, белый и зеленый цвета. Надеюсь, соус не испортит эту цветовую гамму. Нет, он прозрачный будет. Там просто соль, сахар, усилитель вкуса и немного молотого перца. А дальше добавим воду? Да, воду, все верно. Так, держите. Спасибо. Командуйте, сколько наливать? Достаточно. Хватит? Совсем чуть-чуть? Хватит. Сперва размешаем. А как вы определяете, сколько нужно соуса? Вы думаете, сколько соуса хватит для наших овощей? Вот смотрите, когда обычный человек готовит дома, он пробует блюдо на соль. Повар же определяет по запаху. То есть вам для этого достаточно, чтобы... Особенно, когда я готовлю начинку для блюда, прежде чем добавить перец, обязательно нюхаю. Все повара умеют точно определять нужное количество приправ для вкуса. Понятно. Если перец еще не добавили, то можно понюхать. Сначала определяем соленость. Да. Но ваш способ основывается на многолетнем опыте. Поэтому дома лучше пробовать на язык. Есть еще один важный момент. Крахмал. Наш соус будет с крахмалом? Да, его мы добавим, когда овощи будут пожарены. Главное, не дать ему прилипнуть к одну сковороды. Поняла. Иначе нерастворившаяся соль смешается с крахмалом, и блюдо испортится. То есть перед тем, как выпаривать соус... Нужно будет добавить крахмал и перемешать. Поняла. Выливаем, жарим и выкладываем. Хорошо. Значит, сделаем это позже. Сейчас ошпарим овощи. Не сразу будем жарить? Вначале ошпарим. Да, ошпарим до готовности. А их необходимо ошпаривать, или можно этот этап пропустить? Если сразу жарить, они могут развалиться. Так. И еще чуть-чуть. Нужно сохранить форму. Именно так. Но ошпариваем быстро, так? Да, недолго. Выкладываем. До какой степени ошпариваем? Подержали, вытаскиваем? Да, именно так. Они должны свариться. А почему вы не положили их в... Так тоже можно. Разницы нет? Да. Но так вы сделали даже лучше. Мы все увидим более подробно. Да, так будет четче. После ямса вода стала более мутная. Да. Такой порядок, значит... После ошпаривания нужно дать немного остыть. Тогда я сейчас принесу пиалу. Да, пожалуйста, принесите. Хорошо. Сдаем им остыть. Дома можно и водой их обдать. Я тогда положу спаржевый салат и ем с пиалу с холодной водой. Кладите. Все вынимаем. Вот, кладите сюда. Хорошо. Хорошо. Кладем в холодную воду остыть. Так мы сохраним их форму. Точно. И цвет. Именно. Воду не меняем? Нет. Но в ней ведь теперь ямсовые амилопласты. Да, ничего страшного. Нам ведь еще нужно, чтобы овощи остыли. И мы тем временем ошпарим грибы. Пока овощи остывают, мы продезинфицируем грибочки. Да. Сделаем так, чтобы они тоже приняли окончательную форму и потом при обжарке не пожухли. К тому же после ошпаривания коричневые грибы и зеленые овощи приобретают красивый блеск. Верно. Сейчас можно сказать, что наши три ингредиента отлично смотрятся вместе. Да. После ошпаривания от воды нужно избавиться? Да. Нужно стараться, чтобы на овощах было как можно меньше воды. Да. Иначе потом масло будет брызгать при обжаривании. Далее добавим крахмал. Да. Сейчас самое время его добавить, потому что так он не осядет на дне. Да. Затем... Хорошенько перемешиваем. Недолго жарим и можно сразу есть. Да. Крахмал добавляем по ощущениям. Да. По ощущениям главное не переборщить. Главное, чтобы в итоге этот соус не получился слишком вязким. Да. Это нам не подойдет. Далее включаем огонь. Соус готов, овощи ошпарены, осталось их пожарить. Нагреваем сковороду. Опасность, что овощи или соус пристанут к сковороде, нам не грозит, поэтому смазывать сковороду не нужно. Закидываем так. Но нагреть ее все равно нужно. Но фактически вы использовали масло чуть больше, чем нужно. Да, чуть-чуть больше. Блюдо у нас сегодня замечательное. Ни имбирь, ни лук, ни чеснок для него не нужны. Да, овощное. Масло нужно нагреть посильнее, чтобы дым пошел. Ждем, пока оно нагреется. Да. Тут можно не бояться переборщить температуру. А со всеми овощными блюдами так? Не со всеми. Немного обжарим, потому что оно уже готово. И выливаем соус. Не слишком долго? Да. И снимаем? Да. Еще раз перемешиваем. Перемешиваем соус. Да. И выливаем по стенкам сковороды. Да. А зачем нужно лить по стенкам? Чтобы все застыло, чтобы вкус пропитал ингредиенты. Чтобы от жара сковороды соус отдал свой вкус. Да, все верно. Больше крахмала добавлять не будем, блюдо уже почти готово. Сейчас этот соус обволакивает все ингредиенты. Да, именно так. А что вы делаете, если соус еще не загустел до конца? Ждете? Да, смотрите, уже все готово. Выключаем огонь. Все выкипело. Выкладываем. Хорошо. Красиво, не правда ли? Красиво. Полностью вегетарианское блюдо. Без лука, имбиря, чеснока и мяса. Верно. С малым количеством растительного масла. Точно. Великолепно. Давайте вспомним, как готовятся три питательных ингредиента. Очистите ямс и спаржевый салат от кожуры. Нарежьте на кусочки. Древесные грибы замочите в холодной воде. Замешайте соус из воды, соли, сахара, молотого перца и куриные приправы. Вскипятите в сковороде воду, ошпарьте в ней спаржевый салат, а затем ямс, чтобы избавиться от слизи. Затем положите в кипяток грибы. После этого поместите все овощи в холодную воду. Добавьте в соус немного крахмала и перемешайте. Затем нагрейте в сковороде масло, выложите ямс, спаржевый салат и древесные грибы. После чего по краям сковороды налейте соус, и когда овощи полностью покроются, им снимите сковороду с плиты. Далее вас ждут лакомые советы. Хорошо. Сегодня мы научим вас готовить сладкий домашний согревающий напиток – горячий шоколад с зефиром. Вам понадобятся шоколад, зефир и молоко. Вначале измельчите шоколад, а молоко налейте в кастрюлю. Доведите до кипения на слабом огне. Затем насыпьте туда измельченный шоколад и подождите, пока он растает. Перемешайте и вылейте содержимое в стакан, положите туда несколько зефирок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова